в общем привет всем давно не виделись я решил записать видео сегодня погода для фотографа просто идеальная сумасшедший ветер дождь соответственно проехав сегодня из центра в спальный район много чего поснимал дождь это лучшее время для съемки потому что когда все хорошо с погодой сюжеты рождаются мир мне меньше когда идет что-то ненормальное то здесь вы можете увидеть очень много всяких решений вчера фотография попала галерею explore тоже в стиле арт напротив кстати вот как раз через дорогу дерево где я это снял кому интересно можете зайти посмотреть в стиле доли такая фотография сепии которые много снимаю в разных оттенков в том числе и в сепии в циане в черно-белом варианте ну и немножко фотографии добавлю видео мой поход табаловскую крепость погода была пасмурная солнышко не было поэтому тоже было интересно поснимать особенно стрит с людьми какие-то необычные вещи с кирпичами нашел я там место хорошее где открытая кладка оригинальная цветными кирпичами синего цвета желтого красного коричневого все цвета радуги короче фавион отлично отработал поэтому с цветами там все в порядке ну и посмотрел какие там сделали инсталляции увидел там левшу сделали они потом сделали сцену такую типа историческую место казни поставили там палача человека в наручниках ну и соответственно там тоже водился кадр интересный интегрированный в нашу реальность да что я хотел вам сказать наблюдая за тем что происходит во фликере обратил интересную вещь есть много людей которых достаточное количество подписчиков там несколько тысяч до но при этом у них нет фотографий в галерее explore причем они об этом пишут что мы не интересует нас это галерея конечно все это может быть для них нормально но мой выбор в сентябре как раз вот тем чтобы попасть людям галереи explore примером сегодня вот тоже одна новая подписчица у него единственная фотография она сегодня попала в галерею explore поэтому она пока еще не осознает что происходит да то что у нее там было 10 человек и так же как я когда мне там было 10 или 20 не мог вылезти из этого болота ну все равно растил органически все это тем не менее это выход потому что как только вы попадаете туда галерею это аналог трендов во всех сетях соответственно вас узнают вас видят и вы не то что ваше какое-то эго поднимается это не самое самое главное что вы получаете обратную связь вам начинают писать люди комментировать и соответственно вы видите что интересно людям а что нет многие считают что можно фотографировать все подряд все нормально и это не так виктор привет могу сказать что точно абсолютно что нужно найти кроме своего стиля еще жанра которых вы это чтобы специально делаете да но жанры которые вам удаются жанра которые позволяют вам во первых это чувствует как рыба в воде при минимальных каких-то усилиев серьезных для для меня например это жанра каким-то специальной съемки технической я могу это делать постановочный кадр кстати вот предложу сейчас кадр посмотрите постановочный кадр на тему кухни и например жанры как там черепушечки называют съемка детей новорожденных там еще подобное есть талантливые специалисты которые живут и соответственно не нравится есть гигантское количество людей которые снимают это да и удовольствие никакой не испытывают соответственно кадр и смотришь на скукота страшно я обратил внимание по своему опыту например какие фотографии попадают галерею и какие фотографии пытаются ну как бы хотят чтобы добавил группы специализированные закрыты и после про статистики которые я уже год пользуюсь я стал видеть реально картину и картина очень интересно во первых порядка 80 процентов фотографии это в монотоне ну в данном случае у меня это не только черно-белые это и сепия разной оттенки вот красно-коричневого до светлых тонов розового и сам так называемый ценотипия в оригинале она идет фиолетовый или такой голубенький цвет у меня это оттенки синий желтый то есть можете посмотреть и соответственно из жанров это я не могу сказать что это предметная фотография я называю это файнар там потому что определение файнар там очень разное но тем не менее я считаю что это то что перед нами находится но она скрыта можно так сказать пусть она есть она видит кто-то его видит да кто-то проходит мимо и в этом прелесть фотографии то что она дает возможность это обнажить как раз вчера общались с моим другом из уфы александр привет и смотришь и он тоже сказал что все смотрят вокруг вроде как бы все хорошо будет как я не мог это заметить ну это вот оно вот было перед глазами но никто этого не видит почему-то кто-то видит наверное мысль есть глубокая мое послание фотографам которые действительно это дело любят и которые хотят чего-то большего то есть они хотят найти себя найти жанр не распыляться потому что я понимаю прекрасно что хочется снимать все подряд на разных уровнях люди там начинаются цветочки снимать бабочек ну кто-то остается в этих бабочках цветочков кто-то просто снимает стрит все подряд такие тоже людей еще много в америке и в европе я знаю что только стрит снимают причем когда это все уже тысячи десятки тысяч они снимают вообще все куски людей там людей которые там в хороших позах плохих то есть ну тоже ну я считаю что это не очень хорошо потому что нужно все-таки какой-то мысль первую очередь фотография что еще да надо помнить что у нас вот сейчас выборы прошли тоже там все по выбирали кого нужно я могу сказать что я свой выбор сделал то есть это конечно фотографии в определенных жанрах в определенном стиле и ни в коем случае не отрицать галереи и тренды так называемые потому что вы можете биться как рыба об лед снимать свои любимые цветочки бабочки если вы не добьетесь в этом совершенства соответственно вы не сможете обнаружить действительно туржана который вам легко дается и дает вам ту энергетику которая позволяет роботам определить что это интересно они сейчас определяют и по времени сколько вы смотрите фотографию и необычным ракурсом и цветом они тоже могут делать на первом этапе к по фликере конечно отбирается все машинами потом уже какие-то вещи вы получаете обратную связь от людей и соответственно вы можете уже ориентироваться что вам удалось а что нет зачастую многие не осознают что всю жизнь снимая там в трех-четырех жанрах не попробовав другие жанров очень много вы много упускаете потому что вполне вероятно что тот жанр который вы никогда не делали может отбыть для вас открытие или какое-то совмещение жанров очень интересно потому что если вы найдете то чем раньше никто не занимался сочетание не сочетаем то я думаю что для вас откроется глубокий здесь посоветовать именно чувство то что вы чувствуете когда нужно достать камеру с ней потому что бывает что видишь что вот сейчас нужно камеру нет потом такой каждый день или там какой-то сюжет ну там пересниму с другой ракурс и все а уже ничего нет энергетика ушла соответственно все печально поэтому настоятельно рекомендую попробовать жанры которые вы никогда не пробовали чтобы понять интересно вам и не с точки зрения как вы считаете а как считают люди потому что это ключ ко всему именно обратная связь варианте с фликером это очень удобно потому что кроме того что вы получаете доступ мнением людей которые интересуются и любят фотографию плюс профессионалы высочайшего уровня люди которые представлены в крупнейших агентствах фотографических журналах издательств и здесь примеров ну вы можете сами почитать их огромное количество как люди которые никто никого не знал везапно сделав одну единственную фотографию они нашли свое призвание бросили работу или сменили ее или наоборот получили и изменили свою жизнь кардинально я понимаю прекрасно что окружение многих фотографов она насыщена людьми которыми говорят что это все и он да это все хобби это все все пройдет как говорится да только получается что она не проходит для многих может быть какие-то перерывы будут вот до там 10-15 лет а потом обратно все это происходит но если вы чувствуете что это является частью вашей жизни как минимум то занимайтесь этим фотографируйте экспериментируйте не просто меняйте аппаратуру как многие делают считаю что поменяв аппаратуру они станут фотографами это глубокое заблуждение причем ну примеры все велики можно посмотреть то есть кто снимал 50 60 40 70 80 сейчас многие снимают до сих пор одной единственной камерой получает результат а есть люди которые меняют каждый год а результата нет результат это люди первую очередь потому что если картина многих известных художников до которые были фотографиями том числе многие же не дожили до известности известность пришла пост после до многим хочется и всем хочется чтобы это было при жизни поэтому пробуйте экспериментируйте в первую очередь и смотрите на то что вы получаете от людей в результате потому что прислушивайтесь к людям и все получится всем пока